В Самаркандской и Кашкадаринской областях дан старт молодежному фестивалю. Праздник приурочен ко Дню молодежи и пройдет с 23 по 26 июня. Организуются развлекательно-культурные мероприятия, интеллектуальные игры и массовые спортивные соревнования. Состязания прошли в рамках Олимпиады пяти инициатив. Олимпиада пяти инициатив проходит по этапам Махаля, сектор район регион Республика, по направлениям чтения, культуры и искусства, интеллектуальных игр, информационных технологий и спорта. Она дарит активным юношам еще одну возможность самовыражения. В ее рамках организовали соревнования по волейболу. Участие в них приняли молодые люди в возрастных категориях 16-21 и 22-26 лет. 28 команд. Бескомпромиссная борьба за звание лучшего расставила все точки над «и». Основное отличие Олимпиады пяти инициатив от других соревнований, которые проводились ранее. Нынешние охватывают пять направлений, самое важное и первичное из которых – Махаля, что позволяет выявлять талантливых юношей и девушек в разрезе каждой Махали. И мы видим, что на республиканском этапе эти молодые люди показывают высокое стремление к победе, большой интерес и любовь к спорту. Безусловно, инициатива нашего президента дала ожидаемые результаты. Соревнования проходили на протяжении трех дней в Коршинском колледже Олимпийского и Паралимпийского резервов. Участники поделились, что состязания помогли сплотить команду и настроиться на победу. Важно и то, что данное событие объединило как профессионалов, так и любителей спорта. Я из Сордаринской области. Мы отбирали молодежь в разрезе нашей Махали, которая благодаря своей усердной подготовке смогла дойти до республиканского этапа. А ведь среди них есть и те, кто не занимался спортом профессионально. Соответственно, данное спортивное мероприятие поистине помогло выявить одаренных и талантливых. Прошедшие соревнования стали еще более значимыми, так как выражают стремление молодежи к достижению вершин прогресса путем обучения, занятиям физической культуры и спорта и постоянного совершенствования. Согласно программе четырехдневного фестиваля, в первый день состоялись республиканские этапы соревнований по воркауту и стритболу. Состязания прошли в колледже Олимпийского резерва с участием 84 команд из города Ташкента и со всех областей страны, а также республики Каракалпакстан. Всего 750 юношей и девушек в возрасте от 16 до 30 лет. Стритбол в Узбекистане считается молодым видом спорта. Несмотря на это, любителей игры 3 на 3 предостаточно. В настоящее время реализуется ряд проектов с целью популяризации данного вида спорта. Основная цель соревнования – селекция талантливой молодежи для привлечения ее в сборную команду Узбекистана. Узбекистане тоже пришел недавно, начало развиваться очень быстро, причем и успехи добиваются тоже. Сборную Узбекистана, женщины, заняли второе место в Азии. Спасибо нашим организаторам, которые представляют нам такие возможности проявить себя, проявить нашу страну. У нас очень сейчас развивается инфраструктура. Дебютный день фестиваля завершится галоконцертом в Амфитеатре Мудиза. 24-25 июня планируются встречи Хакима области с выпускниками школ и профессиональных учебных заведений. Проведение Олимпиады по 14 предметам, творческие беседы с известными артистами, спортивные соревнования, интеллектуальные игры и выставка военной техники. Продолжение следует...